Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданных, и с вами я, Славян. Сегодня будет необычный выпуск. Вы недавно посмотрели видео, где мы делали маме и моей подарок на день рождения. Организовали его, так сказать, если это можно так сказать. И выпуск этот, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Я ссылочку оставлю в описании. И вот сегодня снова выпуск и снова день рождения. У моего старшего сына Артема день рождения ему исполняется 7 лет. Это безумно значимая дата и для него, и для нас. Это новая ступень в его жизни. И сегодня в этом видеоролике я хочу вам показать, какую суету мы наводим, как организовываем, что покупаем, как встретим, как отметим, что подарим. В общем, все это максимально интересно будет сегодня в этом видеоролике. Вы обязательно поставьте лайк, берите за идею наш опыт и, конечно же, приятного просмотра. Погнали! Я, наверное, час провел в торговом центре в Краснодаре, покупая Темке подарок. Очень долго выбирал. На плюс надо еще Роденчика не обидеть. Сейчас чуть позже увидите, что купили. Это день рождения по организации очень сложный, очень интересный. Ну, во-первых, потому что Темке уже как бы 7 лет, и он уже все соображает. Он уже четко понимает, что из подарков ему надо. И вот один из подарков, он очень хочет телефон. Он хочет снимать какие-то видосы. Ну, он же видит наш образ жизни, да? Ему тоже хочется пробовать там лайк снимать, там ТикТоки и так далее и тому подобное. Что тебе на день рождения подарить? Пап, я хочу телефон. Я очень долго думал над этой темой. Не совсем мне, конечно, хочется, но, с другой стороны, рвение у него такое, что он быстро соображает, как снимать, как монтировать. У него прикольно очень получается. Вот, у них тоже есть, кстати, свой канал на Ютубе. И как бы вставлять палку в колеса, конечно, не очень хочется. Наверное, мы придумаем какие-то правила пользования этим телефоном. Но посмотрим. Этот подарок я буду дарить ему в самую последнюю очередь. Ну, и посмотрим на его реакцию. Сейчас есть у меня основная задача. Это быстро сгонять на Вайлдберрис, там получить заказ, который Настенька заказала. Сейчас вместе сходим, я получу и покажу вам, что это будет. А дальше в выпуске вы посмотрите, как мы это дело все украсим и вообще по пунктам, что, куда и зачем. И также нужно еще сгонять на почту, ведь Настенька тоже заказала один из подарков. Тоже чуть позже я покажу, что там. Настенька, как всегда, надо мной, короче, прикалывается. У нас вот возле дома, вот в соседний дом, тут есть Вайлдберрис. И прямо напротив нашего дома еще есть отделение Вайлдберрис. И смысл заключается в том, что Настенька заказала вообще в соседние дворы. И теперь нужно как-то это сделать, забрать посылку, чтобы меня не спалили мои, потому что они сегодня там гуляют на той детской площадке. Вот, собственно, сейчас буду пытаться это делать. Давайте я вам покажу. Ну, значит, смотрите, первое, это небольшой кубок. Вообще там должны были быть три кубка, судя по картинке, но пришел почему-то один. Ну ладно, значит, Темке вручим. Далее, это скатерть на стол. Дальше вот такой вот большой праздничный набор. Здесь тарелки, колпаки, стаканчики и гирлянда. Так, еще здесь, это что такое? Это тоже какая-то, видимо, гирлянда, не знаю, что такое. Так, в тортик, значит, цифра семерка тоже в виде футбольного мяча. И вот такая вот большая коллекция шариков. Настенька придумала целый квест на завтрашний Артемка день рождения, поэтому моя задача сегодня еще купить новые им зубные щетки электрические, которые Артемка очень просит давно. Вот такую красоту я купил. Интересно, кто какую выберет и какие у них будут эмоции. Вот эта стоит 750, но здесь дополнительная насадка, а вот эта стоит 800, и здесь нет насадки дополнительной, походу даже не меняется эта штука. Как с этой почты свяжешься, так полдня пройдет. Посылку получил, вот она. Из Икеи чуть позже вскроемся, покажем. Я, конечно, продолжаю угорать с наших людей вообще, со злых. Я понимаю, что почта – это такая аура злости, потому что там действительно очень долго все-все ждут. И зашла беременная, ну, видно, что у нее там, не знаю, восьмой, наверное, месяц уже, еле идет. Спросила, кто крайний, ей сказали, ну, как бы в мое окно она, получается, стояла, и огромная очередь за мной. Ну, человек может быть 7-8. И все такие, вот-вот туда, идите там, ждите. Передо мной уже человек 5 было. Я стою, 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 наблюдаю. И никто не пропустит. Ну, ее видят же, что она с пузом, никто не пропустит. В итоге моя очередь подошла к ней. Я к ней подошел, говорю, идите, проходите. Ну, спасибо, понятно, что она поблагодарила, но я, как бы, через видео призываю вас, если вы видите беременных, либо стариков, там инвалидов, понятно, пропустите. У нас, к сожалению, вот у нас такой культуры нету пропускать. С детьми не пропускать беременных. Почему-то все вот думают только о себе. И я считаю, что это неправильно. Я забрал торт, правда, это не совсем торт, это капкейки, но чуть позже все вам покажу. Главное, чтобы меня мои не спалили через окошко. Естественно, как и все подарки, и тортик будет лежать здесь до ночи. Еще сейчас надуются шарики, и тоже будут в машине до ночи, пока дети не уснут. Еще осталась на сегодня одна из последних задач, это покупатель подстричь пацанов. В последний раз я их стриг в Турции. В Анталии. В Анталии. Нет, в Волане, в Волане я вас стриг. Вот, а сейчас идем в наш любимый барбершоп. Темка стрижется. И пойдем. Так, мальчишки, ну-ка. И мне смешно. Опа, вот Темка, вот ролик понравился. Да, еще хорошие такие работники. Хорошая работа. Сейчас самая последняя миссия на сегодня. Это надуть шары. Время уже 9 час. Бегу быстрее в магазин, договориться с ними. И потом оставлю в машине, и когда дети уснут, занесу их домой. А еще Артем долго думал, в каком стиле ему сделать день рождения. И в итоге решил он довериться нам. И сказал, ну, делайте как хотите. Он просто загадал желание по подаркам, и все. И мы решили, что сделаем день рождения ему в стилистике футбола. Они сейчас в последнее время во дворе мы очень много времени стали проводить. И они постоянно играют в футбол. Причем играть стали очень хорошо. И то, что мы подготовили для него такой сюрприз, он вообще не ожидает. И завтра, когда он проснется, я уверен на 100% будет столько эмоций. В общем, погнали в завтра. В общем, у нас все прошло не по плану. Идея была следующая, что мы утром просыпаемся в 7 утра, заходим к ним в комнату и начинаем, короче, то, что вы сейчас дальше увидите. Но в итоге... Они просто не быстрее. Родион проснулся в 4 утра, пришел к нам. Артемка проснулся в 5 утра, пришел ко мне. И все. И в итоге то, что задумали мы, не получилось. Но я думаю, что сейчас получится ничем не хуже. Ну, посмотрим. Так, все. У нас начинается движуха. Так что, давайте, вы вместе с нами берем эту штуку. Подъем! Подъем! И внимательно спустим! Ой, я не вошел! Нет, я не мечтала! Подожди, как смысл. Нет, всем бегом на кровать. Сегодня прекрасный день. У кого сегодня день рождения? Мам! Этот день рождения будет самый спортивный в твоей жизни. Да. Сегодня ты выполнять будешь очень много команд. Угу. И будешь становиться настоящим чемпионом. Ты же чемпион? Да, я чемпион. И я чемпион. Чемпион. И Родион чемпион тоже, да? Что у нас любят чемпионы? Чемпион? Кубок! Правильно, чемпионы любят кубок. Кубок! А во что мои чемпионы любят играть? Футбол! Не могу взять. Футбол, правильно. И сегодня мы вручаем Артемка тебе замечательный подарок. Держи. У тебя же команда? Да. Какая команда у тебя? Кто в своей команде всегда? Вот, пока один, да? Этот на руках только футбол играет. Поэтому ему дарим в твое день рождения такую же коробочку. Правильно? Держи. Тебе подарок пришло. А ты как думаешь, что там? Не знаю. Не знаешь? Растерялся, не ожидал, что тебе тоже будет подарок. Так, это же мы будем. Давай, раскрывай. Спортивные шорты! Настоящая футбольная форма эта. Настоящая футбольная. Футбольная. Я же еще... Все, переодевайтесь. И сейчас начнется первое задание. Звонит уже бабушка. Артем? Да. Поздравляю. 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 Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Будь умнительной. Разрез. Мышьёна. Здоровеньким самое главное. Спасибо. Дедушка звонит уже. Темик, еще гости. Кто? Держи. А кто это? Отвечай. Дедушка! Привет, Артем! Привет! С днем рождения тебя! Спасибо огромное! Маленький. Ты скажи, я уже большой. Да, я уже большой. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч. А что стало? Перейдем, Какуша. Что ты должен сделать? Зубы чистить. Правильно. Поэтому сейчас даем тренеру пять и бежим чистить зубы. Давайте. Бегом чистить зубы. Зубы чистим, 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 чистим. Где моя щетка? Где моя щетка? Где ваши щетки? Куда вы их дели? Где ваши щетки? Не знаю. Так вот, чтобы к вам ваши щетки вернулись, они от вас убежали. Потому что вы перед сном вчера не решили не почистить зубки. Чтобы ваши щетки вернулись. Отгадываем загадку. Есть дома барабан, который крутится и делает все чистое. Что это? Да, стиральная машинка. Правильно. Взрывай ее. И новые щетки. Батман. И двенеческие щетки. И какие мечты. Ваша задача выбрать, кому будет какая. Смотрим. Как вам нужно? Ну как? Пацаны? Прикольно? Да. Контроль зубок. Так, у тебя минус два зуба. Где ты зубы вычистил, что ли? Куда зубы делал? Зубы куда делал? После завтрака что у чемпионов? После не завтрака. Ой, после чистки зубов. Что у чемпионов? Завтрак. Завтрак чемпионов. Ну, чтобы приготовить завтрак чемпионов, вы пока играйте, а мы вам приготовим завтрак чемпионов. Договорились? Договорились. А как вам помогут? Все накрыто. Они очень давно просят вот эти штучки иммунели. Посмотрим сейчас на их реакцию. Именинника вперед! На завтрак! Гоу! Это же не мой маленький лайк! Лайк! А нужно лайк снимать! И мне не будет всегда помогать лайк снимать. Я же люблю лайк. Только я пока не снимаю. Вы же давно просили, да? Да. Семпиона. Ну, разве мы можем без происшествий? Конечно, нет. Вот так вот попил маленький йогурт. Всю форму облил. Так, теперь еще бабушка звонит. Это Настина мама. Кто-то спрашивал, почему не показывает, потому что не публично. Но вот, звоним, поздравляем. Точнее, она сейчас звонит, поздравляет. Пошел бабушке хвастаться подарками. Наш план был такой, что мы после завтрака идем на футбольное поле и проводим там чемпионат. Но, к сожалению, у нас идет дождь. Вот пол уже можете заметить. Видите? Достаточно сильный. И на поле, естественно, образовались лужи. Поэтому будем придумывать что-то новое. И пока Настенька укладывает спать Мирончику, мы с Тёмиком будем играть... С имениником. С имениником. С имениником моим, да. Будем играть в игру в слова. Он уже читать умеет, считать умеет, все он умеет. Поэтому сейчас зарубимся в слова, кто больше слов составит. Так, бабушка прислала Тёмке поздравления и сказала, чтобы он сам прочитал. Вот отсюда читай, Симок. С днём рождения моя безумная люба. Продолжаем отрываться. Так, футболисты, строимся, строимся. Сюда подходим. Артём, для того, чтобы в футбол играть, что нам нужно? Первое. Разминка. Нет, мы это сделали. Нам нужна форма. Форма у вас есть? Форма у вас есть? Да. Да. Так как мы дома, бутсы нам не нужны. У нас такие будут носки по цвет формы. Всё правильно. И ещё, что нам нужно? Снять. Всё верно. Артёмка, ты становишься обладателем нового мяча. С днём рождения. С днём рождения. Воу, вообще клёвый. Как я мечтала. Дай. Так, Артём, продолжай поздравляю. Привет, Вова. Привет. С днём рождения. С днём рождения. Спасибо. Вов, ты говоришь, холод, холод. Вон холод твой. Купи. Вот, мне подарили футбольную одежду. Форму. Вот, шарики. Мари, Вова, какие. Всем хвастается. Мимо. Родион, ты готов? Давай, 10 попыток из 10 ты должен 5 забить. Давай, соберись. Итак, на футбольном день рождения Артёма побеждает именинник Артём. И получает за свои заслуги, за свои 7 лет, первый в своей жизни кубок. Поздравляем с днём рождения. Поздравляем с победами, чтобы у тебя были одни победы. А ты подержи, брата, обними, поздравь с днём рождения. Маленький мой, второе место, естественно, тоже награждается. Сегодня первое место за Артёмом, потому что он именинник. Но тебе положен тоже приз, ты же тоже участвовал. Да. Держи, сынулька, это тебе, мой хороший. Давай посмотрим, какая там игрушка. Давай, посмотрим. Давай, давай. Классно же, Родион? Беликутник. Вот про что он говорил, что Вайлдберрис подвёл, потому что на картинке были 3 кубка, и мы как раз думали, что втроём проведём этот чемпионат, и каждому будет по кубку, ну то есть Артёма самый большой и так далее, и поменьше. А в итоге один кубок, вот он расстроился. Да, это что-то такое, награда. Ну ладно, сейчас вроде, я вроде уже успокоился. Блин, как профанилися. Нам надо сейчас накрыть стол, чтобы у детей началось празднование. Застолье. Застолье, детское застолье, да. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас осталось только накрыть эту поляну, помыть фруктов, что ещё. Доставку заказать, потому что готовить вообще нет уже времени. И запускать сюда детей, ставить торт и задавать свечи. О, там гости. Вот так. Соня, я так понял. Так. Соня, спасибо. Артёмочка, заходи. Заходи. Заходи, пошли. Эй, пепёры. С днём рождения, сынок. Спасибо. И даже тарелочки выкинуть. Да. Спасибо. А давай я тоже. Я опасаюсь. Давайте. Давай. Это лего-сити. Пап, курай. Как я хотела. Мы... Рак, акула. Мама, мы же трак, акула. Ура. Всё. Юля, пятюню кидай. Молодцы. Вот, тебе тоже подарочек, видишь? Не расстраивайся. Вот. Видишь, как здорово. Это же, у него же такая, один есть, круто. Да. Ну, а теперь дело за тортом. Опа. Необычный торт. У Тёмки такого никогда не было. Ой, как он согнулся. Я надеюсь, не разобьётся сейчас. Поём. С днём рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Я помню тебе. Точно. И почему без свечи, да? Артём, на самом деле, это торт, который... Видео-мямо, да? Нет. Это торт, который у тебя никогда не было такого торта. Поэтому мы его не стали распаковывать. хотим чтоб ты его распаковал самостоятельно давай ты это сам сделаешь только аккуратненько чтобы я вот сюда поставлю стол подожди аккуратненько и смотри какая читай что написано а теперь темка артемка смотри какая у тебя будет в тортике стоит замечательная свечка виде футбола втыкай в любую какую тебе нравится сейчас разгорится немножко желание загадывай молодец с днем рождения так вот и наша еда подъехала вот такая красота выбирала все на снега надеюсь все будет очень вкусно артемка приступил собирать свой новый лего техник но ничего у тебя получится собирай вон у тебя два человека в помощь все дружно сели и смотрим фильм про то как был один годик темки маленькие общие совка была вообще он по связи бабушки дедушка поздравляют там свечи зажигают и сегодня уже загадывала бы заказу еще одно слушайте спустя несколько часов темка построил эту тачку на самом деле техник техник настолько обалденный лего потому что ее не так-то просто даже разобрать есть вот обычный лего разбирается легко то его врезал например и все то здесь все крепления осуществляются при помощи вот этих вот втулок то есть она очень прочная и самое что прикольно когда мы ее собрали третье она же так откатывается и поехала еще класс рад тема очень день рождения артема подходит концу но у нас осталось еще три подарка для него это коробка который он показывал это то что привезли с деком и вот эта маленькая коробка это то что он очень просит давно вот такая красота футбольный комплект темки и настика заказал еще пижамы им тоже футбольном стиле сейчас они выйдут из ванной самое конечно главное посмотреть и записать их эмоции вот тебе пижамка смотри футбольная в общем темка хвастается бабушки да забыл только шорочка ведь такая пижамка чуть-чуть по-моему маловасенькая но радюшка вообще отказался мерить ему прям сегодняшний день обидно что не ему подушку посмотри артем иди прыгай подушку посмотри подушку посмотри подожди ребенок не помер свой пижам подарочек а 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 с а у нас с тобой будет по нему договоренности ты понял меня точно да обсудим их завтра целый день не будем мы один час я поснимал лайк поставил его буду играть машину мы с тобой завтра все договоренности обсудим артем с днем рождения тебе еще ну расскажи как тебе день рождения торт бомба игрушки бомба уродиона через месяц тоже день рождения ставьте лайк пишите комментарии артемка в комментариях конечно же принимает поздравления да но мы с вами прощаемся и увидимся с вами в ближайшее время в новом виде ролики нам рождения